В прошлом видео мы рассмотрели создание единой учетной записи и регистрацию BIM+. Теперь, когда все это есть, можно создать проект. Используем вкладку «Проекты» и кнопку «Добавить проект». Если эта кнопка не активна, проверьте, возможно, вы забыли переключиться на свою команду и находитесь, например, в демо. Возвращаемся в свою команду и нажимаем «Добавить проект». Вводим имя и, если нужно, описание проекта. После того, как у нас появился первый проект, можем нажать кнопку «Свойства» и назначить иконку для этого проекта. Также в свойствах мы можем заполнить необходимые атрибуты нашего проекта. Это описание, раздел проектирования, к которому относится наш проект, название проекта, подробный адрес и так далее. После создания первого проекта мы также можем заметить, что в левой панели добавились вкладки «Участники проекта», «Модели» и «Документы». Содержимое вкладки «Проекты» имеет несколько вариантов отображения. Первый вариант отображения мы уже увидели – это «Плитка». Далее есть вариант отображения в виде списка. Список показывает название автора, дату создания проекта, а также опцию «Удалить проект». Третий вариант отображения – это «Карта». Включив этот вариант, мы сможем увидеть расположение наших проектов на карте. Но для того, чтобы этот вариант отображения работал, нам необходимо для нашего проекта заполнить соответствующие атрибуты с адресом. Для того, чтобы отображение на карте было максимально точным, необходимо ввести не только город, улицу и номер здания, но и еще почтовый индекс. Отображение наших проектов на карте осуществляется с помощью сервиса OpenStripMap. Перейдем на вкладку «Участники проекта». Первым участником автоматически становится создатель проекта. Здесь возможны два варианта отображения – «Список» и «Плитка». В списке традиционно больше информации. Здесь можем увидеть не только имя участника, но также его электронный адрес, фирму, роль, статус и опции. Повторно отправить приглашение или же удалить участника. Нажмем кнопку «Пригласить участника команды». Выберем роль участника. Администратор проекта, редактор или проверяющий. И при необходимости можно добавить сопровождающее сообщение. Придем в учетную запись приглашенного пользователя. У приглашенного пользователя появилось сообщение о том, что его пригласили в проект. И теперь у него отображается этот проект во вкладке «Проекты». И данные проекта тоже получили дополнительные вкладки «Участники модели и документы». Вкладка «Модели». Сюда можно загрузить файлы следующих форматов. SketchUp, IFC, IFC-ZIP, ZIP и LAND.XML. Для последнего формата файла поддерживается только ось дороги. Максимальный объем файла – 1024 МБ. Загрузка осуществляется с помощью кнопки «Добавить модель». После добавления модели, придя в режим «Список», нам доступна информация о загруженном файле. Среди опций доступны варианты «Скачать IFC», «Просто скачать файл» или же «Загрузить новую версию файла». Если мы воспользуемся опцией «Загрузить новую версию файла», при этом сохраняются все версии и между ними можно будет переключаться в режиме просмотра модели. Новой версией модели может быть файл с другим именем. Загружая новый файл, можно отказаться от создания новой версии и просто обновить модель. После окончательной загрузки новой версии файла на сервер, мы видим, что имя файла поменялось на другое. Последняя опция, доступная для моделей, это опция «Удалить модель». Выбрав модель, у вас также будет доступна кнопка «Свойств». Здесь мы, как и в случае с проектом, можем выбрать иконку для нашей модели. Изменить имя, добавить описание, выбрать дисциплину, к которой относится данная модель. Указать уровень детализации. Статус, публичный или приватный. Указать исходный формат файла. И исходное программное обеспечение, от которого поступил этот файл. А также указать компанию. Перейдя в учетную запись приглашенного участника, включив вкладку «Модель», мы можем наблюдать, что доступны опции по загрузке новой версии модели, но не активна кнопка «Удаление модели». Вкладка «Документы». Принцип использования этой вкладки такой же, как и вкладка «Модель». Разница заключается лишь в том, что сюда можно загружать любые типы файлов. И даже файлы без расширений. При загрузке новой версии файла также можно использовать другие файлы. И каждая версия данного документа будет хранить свой файл со своим именем и расширением. Так же, как и в модели, каждому документу можно задавать атрибуты в свойствах. Начиная от загрузки иконки «Описание» назначать папку, тип и статус «Приватный» или «Публичный». Задавая атрибуты в свойствах, мы можем в последующем группировать наши документы с помощью специального фильтра, который находится слева от надписи «Документы». Открыв навигацию по атрибутам, мы видим, что одному из документов мы задали тип «Модель». Таким образом, мы можем собрать все документы этим типом. Мы закончили рассмотрение раздела «Данные проекта» облачного сервиса BIM+. Продолжение следует...